МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодежную политику Ненинского округа ждут изменения. Об этом в ходе рабочей встречи главе региона Александру Цибульскому рассказал его помощник Антон Пустовалов. В числе приоритетных проектов завершение строительства здания молодежного центра. Здравствуйте с обзором основных событий в студии Иван Никонов. Глава региона Александр Цибульский провел рабочую встречу со своим помощником Антоном Пустоваловым. Накануне ему было дано поручение заняться молодежной политикой. Как отметил в Рио губернатора, это направление является крайне важным. От того, как сегодня выстраивается работа с молодежью, зависит наше будущее, подчеркнул Александр Цибульский. Молодежную политику ожидает ребрендинг. Об этом в начале встречи заявил Антон Пустовалов. Пожалуй, одним из самых долгожданных событий для сотрудников центра молодежной политики станет переезд в новое здание, строительство которого, по словам Александра Цибульского, решено возобновить в этом году. Это, я так понимаю, будет у нас базовое место, где молодежь со всего округа сможет, условно говоря, идти от детского возраста до возраста уже молодого человека и развиваться, получая все возможности для интеллектуального и творческого развития внутри. Там будет достаточно большое количество помещений. Мы надеемся, что этот центр будет очень современным, где дети смогут развиваться и расти. Одной из площадок для притяжения молодежи, по словам Антона Пустовалова, станет лекторий, который планируется открыть в бывшем здании детского сада. Здесь будут проходить лекции и занятия по различным направлениям, в том числе робототехники и цифровой фотографии. Предполагается, что эта площадка станет современным молодежным пространством для досуга подростков. Третья площадка, о которой мы с вами говорили, это должно стать некое такое пространство для молодежных субкультур, такого, в общем, спортивного уклада. Это то, что мы говорили для любителей скейтбординга, BMX, самокатов, роликов, там, где они могли бы в современном помещении, в современной активности, в закрытом помещении тренировать свои навыки. Тем более, что я напомню, с этого года у нас скейтбординг и BMX становятся олимпийскими видами спорта, поэтому это уже не просто уличное развлечение, которое начало развиваться, а это уже, в общем, полноценный вид спорта. И нам надо в этой части тоже нашим детям дать возможность максимально развиваться. По словам помощника губернатора, с Федерацией есть договоренность о проведении в окружной столице мастер-классов по скейтбордингу и BMX. Вместе с Федерацией 24 числа мы проведем, как говорят скейтбординг, что такое вроде контеста, да, соревнования. Это будет на открытой площадке? Это будет на открытой площадке скейтпарке, там будет организован такой мини-концерт, мини-концерт, мы сделаем как такую территорию Дня молодежи на самом скейтпарке, поставим там уже и колонки будет, и музыка, и все, и проведем такой контест для молодежи. Еще одной точкой притяжения молодежи должна стать библиотека, на базе которой планируется создать современное лаунж-пространство, где можно было почитать современную литературу и получать доступ к большому количеству информационных развивающих образовательных услуг. Это вот четыре таких точки для развития детей и молодежи, которые, на мой взгляд, могут дать совершенно другое качество развитию личности. В беседе с главой региона Антон Пустовалов также рассказал о планах по развитию молодежного центра и о том, как выстраивается работа с подрастающим поколением. Ирина Нижалова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Губернатор округа Александр Цибульский представит ежегодный доклад о социально-экономическом положении в Ненинском округе, включающий основные направления бюджетной, налоговой и инвестиционной политики региона. Это будет сделано в четверг на внеочередной сессии собраний депутатов Ненинского округа. Кроме этого, депутатам предстоит согласовать кандидатуру Александра Лидера Евгении Калашники и Ивана Болтынкова для назначения на должности заместителя губернатора Ненинского округа. Также в повестке внеочередной сессии значится вопрос о назначении на должность мирового судьи судебного участка номер 2 и о согласовании решения администрации Ненинского округа о создании государственного бюджетного учреждения Центра кадастровой оценки. Начало внеочередной сессии в 9 часов 30 минут. Прямую трансляцию заседания можно будет увидеть на нашем канале. Два кандидата уведомили избирательную комиссию о выдвижении на выборы в собрании депутатов Ненинского округа. В территориальную комиссию Наринмарского городского округа поступили документы от кандидатов в депутаты регионального парламента по одномандатному избирательному округу номер 5 заводской Марии Поляковой и по округу номер 6 портовой Николая Канева. Мария Яковлевна 1981 года рождения работает преподавателем в Ненинском профессиональном училище. Николай Леонтьевич 1960 года рождения пенсионер. Оба претендента баллотируются в качестве самовыдвижения и будут представлять подписные листы в окружные комиссии. Так, по заводскому округу необходимо заручиться поддержкой не менее 118 избирателей. В портовом округе необходимо собрать 122 подписи. Говоря о выдвижении кандидатов политическими партиями, то стоит отметить, что два региональных отделения партии КПРФ и ЛДПР уже провели конференции по выдвижению кандидатов в окружной парламент. Еще одна политическая партия, КПРФ, уведомила окружной избирком о проведении конференции 22 июня в Москве. Общественная организация, политическая партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров против насилия над животными также выдвинула своих претендентов в Москве во вторник, 19 июня. В пятницу 22 июня в Наринмаре проведет конференцию Ненинское региональное отделение партии «Единая Россия». Неожиданный визит в главный офис многофункционального центра совершил накануне первый вице-губернатор Ненинского округа Юрий Мурадов. Его внимание привлекло к качеству предоставляемых учреждений услуг, поэтому Наринмарский сервис представитель власти решил проверить лично. Каждого клиента здесь встречает сотрудник и помогает выбрать необходимую для человека услугу. Вице-губернатор не исключение. Юрий Мурадов пришел получить выписку своего лицевого пенсионного счета. Ждать очереди не пришлось. Практически все специалисты были свободны и заместителя губернатора сразу пригласили к окну. На оформление заявления потребовалось минут 10. Еще 10 дней необходимо на подготовку документа. Нужно будет прийти с паспортом сюда, взять талончик на выдачу и получить. Хорошо. Как долго у вас будет храниться документ? В течение месяца. К системе обслуживания вопросов нет. После Юрий Мурадов попросил сотрудников центра открыть официальный сайт их учреждения. Гражданство. Получение заграничного паспорта. Я хотел оформить паспорт заграничный. Порядок получения правоостанавливающей документы. Достаточно интересного содержания. Списка документов на получение загранпаспорта на сайте не оказалось, как и частичной информации по другим услугам многофункционального центра. Вот что по этому поводу ответил директор учреждения Эдуард Бухарин. Часть информации отсутствует. Связано это в связи с тем, что происходят изменения в регламенты, изменения в соглашении о взаимодействии. Поэтому мы неактуальную информацию удаляем и заносим новую. Как раз сейчас это и происходит. Это недопустимо, считает вице-губернатор. Даже если информация на сайте требует обновления, замена данных должна производиться в кратчайшие сроки. Я вынужден тогда обратить внимание на то, что в 21 веке граждане должны через интернет получить доступ к информации о предоставляемых услугах. Они должны понимать, что им нести, какие документы, какие требования. Имеют они право получить эту услугу или не имеют. Это прописные истины, я их абсолютно точно понимаю. На исправление технических неполадок МФЦ дан ровно месяц. После этого срока сайт учреждения должен стать максимально информативен и полезен для жителей Неймского округа. Мария Владимирова, Надежда Качегова, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Причиной декабрьской авиакатастрофы в Наринмаре стали конструктивные особенности самолета ТВС-2МС. Комиссия по расследованию авиационных происшествий Межгосударственного авиационного комитета обнародовала промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы самолета 19 декабря прошлого года. Напомню, в этот день лайнер Наринмарского объединенного авиаотряда при наборе высоты рухнул в аэропорту столицы Ненинского округа. Четыре пассажира погибли, еще семь пассажиров и оба члена экипажа получили серьезные телесные повреждения. В ходе расследования выяснилось, что и маршрут рейса, и выполнявший его борт в последний момент были изменены. Еще накануне 18 декабря планировалось, что будет выполняться рейс Наринмар-Харивер-Харута и обратно, причем на самолете Ан-2. Однако в день рейса выяснилось, что желающих лететь в Харивер нет, и маршрут был изменен на Наринмар-Харута-Наринмар без посадки в Харивере. Взлет был выполнен в 10.26. В процессе первоначального набора высоты произошло энергичное увеличение угла тангажа на кабрирование, сопровождаемое потерей скорости с последующим кренением самолета вправо. Далее произошло снижение самолета. Он развернулся на минус 270 градусов вправо относительно курса взлета и столкнулся с заснеженной земной поверхностью на территории аэропорта Наринмара. Эксперты в отчете связывают катастрофу с ненормативной центровкой, которая при полной загрузке судно приобретает решающее значение. При расчете центровки был проведен следственный эксперимент. По разным методикам, подсчет о значении центровки, установленной экспертами, составило от 32,5% до свыше 34% средней аэродинамической хорды, что выходит за пределы установленных ограничений – 29,5%. В своих оперативных рекомендациях по повышению безопасности полетов эксперты предлагают оценить существующие риски и принять соответствующие решения о порядке дальнейшей безопасности эксплуатации самолетов типа ТВС-2МС, провести разовую проверку всех воздушных судов этого типа на предмет веса установленного балансировочного груза, повторно оценить результаты летных испытаний и обоснованность назначения диапазона эксплуатационных центровок авиаотрядом. В Ненинском округе необходимо решить вопрос, связанный с массовыми перевозками детей из Красного до окружной столицы. Такое поручение по обращению уполномоченного по правам ребенка в Ненинском округе Риммы Галушиной в рамках комиссии по безопасности дорожного движения дал первый заместитель губернатора Юрий Мурадов. На сегодняшний день перевозки организованных детских групп из поселка невозможны. Выехать дружным детским коллективом в бассейн или на каток для красновских детей – настоящая проблема. Дорога до окружной столицы есть, но передвигаться по ней организованным группам нельзя. У них проводят совместные мероприятия, и, к сожалению, эти совместные мероприятия проводить невозможно, потому что нет разрешения на организованные перевозки. Кроме того, у нас, например, детский лагерь, то есть у них нет возможности приехать на тот же каток или в бассейн. Департамент ЖКХ и строительства Ненинского округа отмечает, что категорийность дороги позволяет организовывать перевозки детей. Нет претензий по данному вопросу и у представителей ГИБДД, но есть определенный порядок, который установлен правительством России. Организатор перевозки обязан направить в госавтоинспекцию установленные сроки уведомления о том, что такого-то числа группа, либо один автобус, либо несколько будут перевозиться дети от пункта А в пункт Б. ГИБДД регистрирует это уведомление, выезжает на соответствующее место, в преддверии выезда проверяет на соответствие всем техническим регламентам непосредственно автобус, и всё, никакого разрешения, такого нет. Ограничений нет, но проблема, тем не менее, остаётся. Проработать данный вопрос первый заместитель губернатора Ненинского округа Юрий Мурадов поручил департаменту образования. Я вас прошу взять это на себя, собрать действительно в узком составе ГИБДД представителей департамента строительства и обсудить, как вы будете решать эту проблему. Она очевидно решаема, надо просто прийти к общему знаменателю и предпринять какие-то шаги и понять их масштабы, насколько там всё сложно. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Ненинском округе идёт разработка четырёх зон подтопления. Периодически затоплению и подтоплению подвергается порядка 16 населённых пунктов округа с населением около 13 тысяч человек. Это порядка 30% от общего числа населения региона. Вопрос, связанный с охраной водных объектов, а также с негативным воздействием, которое они оказывают в период половодия на территории округа в последнее время, стоит очень остро. Некоторые населённые пункты округа едва ли не ежегодно подвергаются подтоплению и затоплению при паводках. Для таких населённых пунктов мы, согласно графику, утверждённому Росводресурсами, разрабатываем зоны подтопления и затопления. В 17-м мы сделали одну работу, в этом году мы планируем провести четыре работы по четырёх населённым пунктам. Эта работа необходима для обеспечения защиты территории от негативного воздействия. В прошлом году была разработана зона подтопления для посёлка Красное. В текущем году начата работа в сёлах Великовисочная и Оксина, деревня Лабужская, в городе Наринмаре. Прокуратура округа совместно с представителями Управления Росприроднадзора, Департамента природных ресурсов, Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого округа провела рейд по обследованию земельных участков и прибрежной акватории реки Печора. Основная цель поездки – выявление мест складирования металлолома. Напомню, в прошлом году администрации округа были выделены полтора миллиона рублей для выполнения работ по очистке береговой полосы, что позволило убрать 125 тысяч тонн металла, более 38 плавсредств. Но, как показал рейд, захламлённых мест остаётся ещё немало. В ходе осмотра земельного участка, ранее предоставленного на праве аренды Ненецкой агропромышленной компании, под производственную территорию установлено размещение остов автомобилей, бочек от ГСМ, металлической проволоки, а также бытовых отходов. На территории по улице Первомайской у дома номер 3А установлено складирование металлолома на необорудованной площадке водоохранной зоне. Кроме этого, выявлено нарушение законодательства об отходах производства и потребления на территории базы на улице Ленина, дом 1. На земельном участке размещены отходы металлического лома, бочки от ГСМ, резиновые покрышки от автомобилей, бытовые и древесные отходы. Проверкой установлены факты неисполнения предписаний и контролирующих органов. До настоящего времени не приняли меры по уборке плавсредств Государственный заповедник Ненецкий, Арктехмор, Дирекция и другие. По результатам проверки прокуратурой округа будут приняты меры реагирования. В Наринмаре рассматривают вопросы работы очистных сооружений. Речь идёт про выпуск номер 1 в протоку Городецкий шар реки Печора и выпуск номер 3 в озеро Безымянное. Дело в том, что из-за прекращения использования свалки посёлка Искателей нагрузка на косы возросла. Сбрасываемые сточные воды по выпуску номер 1 не соответствуют установленным нормам, что может повлечь причинению вреда водному объекту. Как отметил мэр окружной столицы Олег Белак, для решения проблемы необходимо возвращаться к вопросу по реконструкции второй очереди очистных сооружений. Технологический процесс, который там используется, требует усовершенствования. Если бы не было у нас вопросов, связанных с ликвидацией свалки по Искателям, соответственно, мы не получили бы несколько изменённый состав стоков, которые мы получаем из Искателей. И поэтому возникают иногда такие вещи. Они сталкиваются, в том числе, когда мы получаем стоки с мясокомбината, в том числе, да, то есть когда используется хлорка для очистки, хлорка у нас не предусмотрена, для приёма, то есть, соответственно, нам погибают микроорганизмы, это ведёт к нарушению технологического процесса. Здесь, на самом деле, комплекс взаимосвязанных причин, которые нам нужно решать вкупе, рассматривать, начиная производство вероятности насопродуктов и заканчивать приём. Что-то это всё очень связано. Ситуация на центральных очистных сооружениях в лучшую сторону изменится в случае запуска очистных сооружений на бандарке. Давайте действительно комплексно посмотрим на этот вопрос, потому что нам надо понимать, с учётом увеличивающейся нагрузки на канализационные сети, на очистные сооружения, нам надо понимать, насколько они у нас системно будут выдерживать эту увеличивающуюся загрузку. Поэтому давайте посмотрим, и какие-то предложения тогда сформулируем сейчас, в получении протокола, и действительно сформулируем предложение, как система в этом направлении. К этому часу всё. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.